Всем привет! С вами сегодня Марина Ломака и мы будем готовить воздушные булки на топлёном молоке. Что для этого понадобится? 200 мл тёплого топлёного молока, 200 г жирной сметаны 20-25% жирности, 1 яйцо, 3 столовые ложки сахара, щепотка соли, 25 г дрожжи прессованные свежие, ванилин и растительное масло для обминки теста 3-4 столовые ложки. Мука в пределах 600-700 г, её нужно заранее просеять. Приступим к приготовлению. Делаем опару, все дрожжи, пересыпаем в мисочку, наливаем половину молока, Добавляем ложечку сахара, Растворяем дрожжи в молоке. Нужно, чтобы дрожжи и сахар полностью растворились. Добавляем 2-3 столовые ложечки муки. Все перемешиваем. Продолжение следует... Накрываем тесто пищевой пленкой и нужно, чтобы опара у нас подошла. Как только начинает опадать, начинаем готовить. На это уходит обычно 15-20 минут. Опара готова. Снимаем пленочку. Приливаем всю опару в миску. И все оставшиеся продукты по рецепту добавляем в мисочку. Яйцо я обычно взбалтываю до соединения белка и желтка. Сахар. Сметана. Ванили и соль. Все перемешиваем. Добавляем муку. Муку добавляем постепенно, чтобы не переборщить. Если вы вдруг переборщиваете муку в такое тесто, нужно добавить жидкости воды или молока. Добавляем растительное масло. Обминаем тесто. Добавляю оставшееся растительное масло. И уже полностью вымешиваю тесто. Все, чтобы муку собрать со стеночек. И обмять хорошенько тесто с маслом. Вот такое получается тесто. Мягкое, эластичное. Подкатываю его в шарик. Перекладываю в мисочку, в которой оно будет подходить. Затягиваю миску пищевой пленкой. И надо, чтобы тесто подошло и увеличилось в объеме в пределах 2-3 раз. Тесто подошло. Сейчас его нужно хорошенечко обмять. Для того, чтобы полностью выпустить все пузырьки воздуха из теста. Перекладываем его на рабочую поверхность. Я руки при этом слегка смазала растительным маслом. И вымешиваем тесто. После того, как я вымесила тесто, снова я его отправляю в чашу. И затягиваю чашу пищевой пленкой. Даем тесту подойти еще раз. И потом будем готовить уже булочки. Тесто готово. Снимаю пленочку. Я смазываю руки растительным маслом. И надо выдавить порционные шарики. Можно это сделать через весы. Можно это сделать на глаз. Это как вам удобно. У меня получилось 12 шариков. Ну и теперь можно приступать к лепке булочек. Берем один шарик. Раскатываем его в лепешечку. Можно посыпать сахаром. Можно посыпать корицей. Маком. Это как уже идет на ваше усмотрение. Я посыпаю маком. Ничем не смазываю. Сворачиваю рулетиком. С двух сторон разрезаю. Не доходя до серединки. Вот так вот. Выворачиваю. И надо скрепить края. Можно в принципе сделать вот такую форму. И скрепить. А можно сделать вот так. Подвернуть. Получится красивая форма булочки. Булочки сразу перекладываю на противень. Противень я выстелила пекарской бумагой. Первые булочки я сделала продолговатые. Сейчас я покажу как придать круглую форму булочкам. Просто их завернуть в обратную немножечко сторону. Все то же самое. Делаем надрез. Вот и будет более круглая форма. После того как я сделала булочки. Я взбиваю одно яйцо. До соединения белка и желтка. Смазываю каждую булочку. Добавляем подойти тесту еще раз. Минут 15-20. Я думаю будет достаточно. И выпекаю в заранее разогретой духовке до 200 градусов. До готовности. Наши булочки готовы. Перекладываю с противня их на досочку. И даю остыть немножечко. Потом снимаю бумагу. Булочки остыли. Я сняла с них бумагу. Посмотрите. Вот та форма, которая была овальная. А вот та, которая была круглая. Ну и давайте попробуем. Разломим одну булочку. Вот такие они получаются. Слоистые, пористые. Очень воздушные. И очень нежные и вкусные. Попробуйте приготовить его. Я думаю вам очень понравится. Спасибо, что смотрите мои ролики. Спасибо, что подписываетесь на мой канал. Здоровья вам и вашим близким. Спасибо, что подписывайтесь на мой канал.